я по твоему совету страну призраков чекнул день в ахуе был фильм роскошный а вот видишь может посмотреть мучениц примеру еще у паскалю ложье есть высокий человек фильм который локализован был что-то как верзила но это не хоррор это триллер чем триллер очень грустный пленки из покипсе смотри ну вы можете конечно чекнуть пленки из покипсе но это очень вот на любителей на любителя хоррор мокументарь сам не заходит именно этот жанр вам совсем не зайдут из чего из откуда покипсе а все нашел надо заценить я как раз мокументарь и например люблю судя по скринам кстати . похоже на искатель могил ну нет искатели могил там про призраков пленки из покипсе это про маньяка медик если не секрет о продолжениях ведьмы из блэр мне первая часть не нравится звук я кстати согласен вот по моему следующей части они лучше чем 1 1 она там по сравнению с параномат паранормальным явлением проигрывает там просто в 10 раз до пи 1 безумно скучная то есть и ведьма из блэр и кстати иногда говорят что типа ведьма из блэр спизди спиздила формату фильму последний брат каст но последний брат каста то точно такое же унылое говно возможно же более уныло значит ведьма из блэр дико унылая срань ведьма из блэр 2 курсовая с того света это фильм с гениальной нахуй задумкой серьезно но к сожалению он порезан просто на лоскуты причем даже еще на этапе написание сценария поэтому там а вот интересно то что насколько я знаю ведьма из блэр аж несколько продолжений или типа того или несколько концовок то что я смотрел ведьмы из блэр где типа они они в итоге не находят дома этой ведьмы а смотрел ведьмы из блэр где даже эту самую ведьму показывают так что то можно там еще не полица поискать ведьмы из блэр показывают в собственно ведьме из блэр которая два года назад вышла то есть два года назад был found footage где это по сути дела сиквел первый ведьмы из белья из блэр просто у него название ровно такое же ходили не там был за блэр вич project а тут просто блэр вич фоманта вот и типа но у это то есть какой-то момент вы появляется ведьма из блэр и она как огромный голум короче ползает она один в один похожий на знаешь кого на из-за который французский то ли итальянский короче фильм типа про зомби где в итоге оказывается что эти зомби это нечистая сила испанский фильм называется репортаж да 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 и там вот один один похожие в итоге это ведьма или кто там у меня кстати пугают для меня вот именно такие персонажи самые криповые у которых просто диспропорциональное какое-то жуткое тело вот типа там сландермен и вот прочей такой как при синдроме морфана да 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 нато николя леваки 100 рублей почитал отзывы на кинопоиске к верзиле такой мир насекомых они почему-то считают что мнение верзила это мнение режиссера ну да да то есть там на самом деле делал то не в том что кто-то так честно теперь перезаглавить стрим конфа в старом стиле сохранить дело как бы не в том что у кого-то из персонажей правильная точка зрения дело в том что ситуация трагическая люди просто бывает про роль искусства в морально-этическом дискурса вот но верзила фильм такой нетривиальный достаточно блять блять мне понравилось не только потому что там джессика билл отлично джессика билл она даже сейчас смотрится просто заебись смотрится не хуже чем во первом ремейке так раз коризни оберзил он еще и вышел лет десять назад так то нато 100 рублей by the way если серьезно то советую ознакомиться с фирмами кодзи сироиси они тоже в стиле мокюментари но очень дельно ибо ориентируется больше на атмосферу загадочности реализм смешанный со всяким хатаническим злом и лучшие фильмы проклятие норой а также оккультизм 2009 к блять надо норой глянуть норой я думал я его смотрел оказался не смотрел никуя надо глянуть норой я сейчас как раз у меня этот такой стрик азиатских хорроров которые я просто смотрел сериал по проклятию японцы точнее японский netflix японское отделение netflix и сделал сделали сериал джон оригинс вот то есть это пробовал сериал по проклятию но там нету каяка то есть там нету вот этой девочки который трещит там остается проклятый дом и причем этот дом он работает примерно как там там аномалия короче ну как сцп короче ну да то есть это 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 реально больше похоже на сцп чем на фильма прокраска как еще раз называется этот фильм потому что я опять не понял норой и я забиваю и так что-то про нору норой но это надо наверное это латинице надо вбить норой это фильм японский found food я так и не смотрел на черт лет нет я же я сейчас говорю про я сейчас говорю конкретно сейчас говорю про сериал джон оригинс который по проклятию которая если кто помнит был была франшиза такая проклятие которая грач по-английски называлась оригинале она джон там еще сара-мишель геллер играла которая бафи спасибо влад за рейд спасибо тараканов нет значит приветствую почти 100 зрителей здрасьте вот значит сайт самая друзья вынуждены тиме из дела все скоро буду давай удача любого припасе если у нас есть какие-то постоянные участники конфу пишите я могу закинуть да давайте вопросы собственно да вопросы вопросы да это хорошая идея вот так вот по поводу этого сериала вот мне зашел то есть он уже просто больше как такая классическая история про при про призраков но она про проклятый дом в большей степени чем про конкретных японский gothic horror с довольно мерзким гура местами то есть он страшный или он просто мерзкий он рассчитан быть страшным но он очень японский понятно то есть он закрочит примерно как японская порно но да 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 он сон страшный пример вот это японские хорроры они страшные по японски также как вот японская порно но блять возбуждает тоже по японски если вам нравится и вот как бы люди которые ебутся так как будто взлететь пытаются нахуй в небо блять и визжащие бабу блять как будто они не как будто их режут как будто они в свисток дуют нахуй блять собачий визжащий как зильберман бабы короче то тогда да ну а так нет но также с хоррорами то есть если вам нравится интересная очень мимика людей когда их когда их пугают нам в кадре ну сами понимаете вот это вот ты заметил насколько похоже только ты изобразил пищание на то как звучат вот эти стремные хреновины в японских фильмах ужасов я думаю что здесь есть какая-то какая-то связь может быть может этот скрип короче крыловой да вот так же я посмотрел на днях корейский mockumentary horror психиатрическая лечебница не помню как называется блять сумки в чай это блять пару лет назад вышла ну такая по сути дела как психиатрическая больница канджиан наверное по сути дела рима сильно по сути дела ремейк искатели могил грейвен каунтер с которой но тоже нормально принц смотрибельный mockumentary horror так вот кстати с искателем могил я на удивление вот уже будучи искушенным любителем хорроров с искателем могил я так нормально шарахался вот ну после четвертого раза уже перестал сиквел на второй части а что сериал не говорю сиквел видел но ты после этого засекнул вторая часть она не столько страшно сколько прикольная интересная сама концепция дома да там 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 сюжет подвезли уже второй части есть такой так 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 там это 100 рублей ура зрело встало 400 маргинала когда собственно стрим по азиатским хоррором будет просто уж очень заинтересно заинтриговал тем что заценишь проклятие норой ибо это по правде недооцененная классика mockumentary стрим по азиатским хоррором но я не люблю азиатский хоррора понимаю что всех смотрю но просто нормально кто хорроров выходит мало я например третьего дня глянул мало бюджетный хоррор про вампиров там такой сюжет был там рандомная короче команда каких-то рандомных хуёв союзников значит во время в конце второй мировой они дрейфуют где-то блять в океане потому что их разбомбили в пизду значит и там какие-то американцы австралийцы англичанин 11 советский кого-то хуй солдат вот начнет блять дрейф это хуйни внезапно видят крейсер нацистский таки блять но типа нам пиздец нам надо здесь то нам пиздец нам надо короче перебираться на нацистский крейсер они на него перебираются выясняется там всех уже перехуярили там нацисты перевозили вампиров и фильм говно там к тому же играет актриса который играл эту вторую жену рагнара ладброка как и там принцесса с холл или как-то так блять самая стремная в сериале викинг чем она гораздо пище выглядят в гораздо пище выглядит в этом фильме внешне значит от не люди в жизни до отличное название для фильма про вампиров айсак не знаю насчет айсак можно те сак на самом деле вот это интересный был бы фильм про вампиров не отбыл или не близкими какой-то и сак тисак да вот есть есть еще фильм сак про вампиров вам стать неплохой там про панк-рок группу вот которые столкнулись с вампирами фильм примечателен тем что там играют генри роли второстепенной роли конечно генри роллинс и гиппоп в конце блять или скупер вообще появляется но то есть там для любителей бумерского рока несмотря на то что фильм про ну группу которая играет как это жидкий кал по типу гриндэя тем не менее это больше для любителей бумерского рока всякого гулять глэма лет панка и прочего кала короче до металл апокалипсис еще вспомнил но металл апокалипсис это все-таки другое а сейчас танцуем а сейчас не владеет не владеет не владеет а